Карачаева-Черкесия не первый раз принимает у себя крупный спортивный турнир в спорткомплексе «Юбилейном». Представители более чем трех десятков регионов приняли участие во всероссийском отборочном соревновании по тхэквондо. За перипетиями борьбы наблюдал корреспондент Артур Мхце. 328 человек из 34 регионов стали участниками всероссийского турнира по тхэквондо, который прошел в стенах спорткомплекса «Юбилейный». Состязания в Черкесске являются отборочными на чемпионат, который пройдет в конце этого года. В числе почетных гостей президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов, начальники региональных федераций по этому виду спорта, представители спортивных ведомств. «Эти соревнования проходят уже традиционно и также по традиции. На данные соревнования приезжает достаточно большое количество спортсменов, которые уже имеют статус победителей и первенств чемпионатов Российской Федерации, победители и призеры первенств международных соревнований Европы, спортсмены, которые являются членами сборной команды Российской Федерации». Хозяева турнира на кубок руководителя Всероссийского союза тхэквондо не без основания рассчитывали на успех в отдельных весовых категориях, поскольку имеют в составе сборной несколько победителей и призеров крупных соревнований. Среди них медалист прошлогоднего чемпионата Амина Хутова, рассказавшая о том, почему выбрала именно эту дисциплину. «Моя одноклассница тренировалась, занималась тхэквондо, мне так стало завидно по-хорошему, и я тоже решила прийти. Мне очень понравилось. С первой тренировки я решила, что я хочу этим заниматься. Вот уже 9 лет тренируюсь, мне очень нравится». «Здесь каждый хочет завоевать дополнительную путевку и поучаствовать в конкурентной борьбе. Поэтому соответствующая подготовка у нас идет к нашему турниру, к домашнему. Что касается нашей сборной, у нас в принципе то, что мы планируем, запланировали на этот турнир, немножко отклонения, недобор пару человек». Соревнования прошли в напряженной и бескомпромиссной борьбе. В большинстве поединков победителя удавалось определять по последнему активному действию. В некоторых случаях судьям приходилось прибегать к помощи видеоповторов. В перерывах между состязаниями проходили церемонии награждения. Самыми счастливыми в такие моменты были, разумеется, золотые медалисты, которые вместе со статусом победителя получали путевку на главный турнир – ноябрьский чемпионат России по тхэквондо». Артур Мхцемиха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.